всем ребят привет у нас новый выход новая экспедиция на несколько дней вы знаете ехали мы на одну деревню а тут уже наши старые знакомые как говорится тут все души метелкин здесь все никита стас гена turbo и души метелкин здорово сухостой как дела короче всем мы были в шоке мы в начале деревне зашурфились подняли там несколько советиков к нам подходит местный человек который единственный здесь остался в живых вот у нас на с рождения здесь находится и он горит там пацаны копают чё за пацаны начали разновать оказывается это всеми вам знакомый михалыч диман стольятти и костяныч яндекс такси короче они сюда да он ушел конечно но вы помните да помните его такси когда мы его таскали по полям по лугам вот короче здесь действительно все нежданчик пацаны здесь уже копают фундамент они разработали ой 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 вот так вот находки у них есть чуть позже покажу вот ну и я тоже не зря начала снимать потому что я рядышком зашурфился и у меня там выпал серебряный крестик причем серебряный крестик знаете все лопасти вот так вот скомканные вот причем первый сигнал я надеюсь он будет зачетный серёжа с илюшей поехали туда где-то общаться там еще потому что местные какие-то они не местные тоже с морчание оказывается вот так что сегодня здесь у нас михалыч костян диман илюха серега king да с кинга я уже четыре клеща снял в прямом эфире будет костяныч мутный 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 сигнал костяныча будет костян первых с находками этот корешок может а у меня аська на корешки вообще реагирует но аська аська на шурфах ребят чемпион его можно бросать как угодно ему хоть бы что будет но на михалыч и ванквиш 540 он его модернизировал прикольно модернизацию осуществил ван ванеж не может так плохо сигналить когда находка а это это от этого михалыч да это как она называется примус 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 да 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 все у костян чего такая хреновина сковородка да ладно пойдем вам покажу серебряный крестик неплохой такой объемный большой так что мы я еще к пацанам вернусь буду бегать если что у них будет интересно и возвращаться буду вон пацаны там он новые марчане тоже познакомились первый раз я их вижу там почему-то за шуту или за то есть вот вот за этой горой там была большая церковь причем здесь находки были шикарные про за прошлых годах на нашли здесь старинный кортик вот видите вот стоит фундамент старой разломаны и чуть правее от него был найден георгиевский крест да да тот самый серебряный крест но у меня тоже не георгиевский но серебряный вот здесь вот где-то я его оставил вот он смотрите вот я его выпрямлять не буду но я с уверенность могу сказать что это серебро серебряный крестик да вот такая вот находка пойдет почему я здесь за шурфился ребята здесь кто-то раньше разрабатывал что-то я вижу здесь стекляшки кости в общем вот такая сопу . причем шурфили раньше а он там какой-то енот что ли копал вот и он выкинул всю эту и вот первая прозвонка вот с этого объема у меня выпал серебряный крестик пойдет начало зачетное ребят к моему шурфу присоединился серега илюха вот заварить еще ухты да смотрите на полет латунь или эмаль и понятна щега но она такая и твоя выпрямить михалычи выпрямить вот это я понимаю находка первый сигнал до сереб ну там были он первый сигнал зачетный вообще класс с ушком добра билдов монет попутал вас поздравляю класс находка спасибо за это можно и он того вон то его желтой жидкости давайте чудо творится зачет класс находка класс ну что ребят последняя серегин находка была сейчас у меня звонкой было вот давайте смотреть что это такое пока царская копейка царская копеечка год к сожалению сказать не могу но царь с почином почином что там на улице что-то подождем подождем твою маму подождем твою мать всего понятно ребят еще хочу вам находку показать диман и откопал 800 веник а вот такая вот ребята створка красотища куплено все огонь надеюсь почистится будет хорошая ну вот прелесть просто прелесть железа здесь полно веник там что-то ищет еще достал что-то нас копеек нас копеек 37 на 37 держи пойдет костян здесь добивает кстати бутылочкой здесь была с орлом вот она красивая была с орлом печаль печально так ребят диман собирается и вот он стал он шурфа где он поднял створку накопал вот такое количество монет что здесь интересное так это образок так советики царики ну блин все такое гнилое крупные отчеты за крупная монета это масон ребята масонский пятачок год к сожалению скажу но он ушатанный вообще везде идет так ну вот здесь вот неплохая монетка n2 на 1 1 2 копейки тысячи 1897 год бандра наверное одна из самых дать самую бодрые монеты который будет вообще шоколадка вообще классная монетка вот а в целом ну не айс пойдет да ну самое главное отдых это первый коп сядь диман даем в этом сезоне вот так что не знаю мы останемся сначала . я думаю у нас находок будет побольше ладно пойдем чуть не точно точно стопудово диман стопудово у нас будет точно находка там чет визит чуть-чуть там взять душка игровая лет 1847 4 хорошая был 774 по моему дорогая вот но у меня поинтересней тем что у у меня весовая гирька в центре видите проба проверка 12 функций значит что здесь было что-то здесь взвешивали тетя там ну это не надо было озвучивать сереж ну вот такая вот красота значит что-то здесь цены все-таки есть ребят ну там он или уж это же и души только фортанула илюша нашел по вернее откопала сережа отыскал ух ты она нечастая 1846 по моему может быть на 43 скорее всего 3 48 что ребят смотрите по моему 48 николай 1 фокус где фокус фокус есть ребят на шурфе цены около костра беседа мы с михалычем находок нет совсем от слова совсем в час по чайной ложке были советики вот решил показать вам пятнашку 41 год был 43 41 42 как-то что-то не попадается вот такая вот монетка оба не знаю не знаю что получится дальше но монет откопалась ну что ребят закончилась на сегодня наше приключение отоскали достаточно много монет в общей сложности у меня только оказалось более 20 монет у пацанов ну примерно тоже также слышите да кинку укладывается спать в общем ребята отдохнули классно сегодня посидели у костра от души поговорили завтра будет новое приключение так что новую часть обязательно посмотреть будет очень интересно но сейчас все пока ребят доброе утро меня как обычно разбудили вон те он 2 гаврика два брата акробата в общем мы сидим думаем как обычно мы раньше всех стали проснулись кофе и костер разожгли и вдруг вон там он с горки появляются у нас он михалыч михалыч идет говорит кто рано встает тому бог подает и вот смотрите о чем отыскал смотрите какую вещь он отыскал с утра пораньше свобода равенства или как он равенство и братство вещи очень интересно я такое не находил прикольная вещь до кладбище доходил даже фига это не близко ну что ребята всем еще раз привет пацаны по низам ходит смотрите как утки там носится там уточки двух вариантов двух видов и там он на дальнем плане лебедь плавает пацаны у нас распечатались вот ну и мне долго не пришлось ждать тоже распечатался 20 45 года и метрища жутко михалыч даже пошел одеваться холодно ладно продолжаем кайфуем дать ему кайфуем да хорошо тебе на природе ребят жуткий ветер не снимаю вам находки кто чего он нашел здесь вот фундамент такой знаете с виду он вообще такое ощущение как будто не шурфленный был но я зацепился за то что верховая была сапутка интересная прошурфил на два штыка здесь я уже присыпал за собой то есть осуществляю свой шуруф как вы знаете чтобы как можно меньше яма было не выполнять работу дополнительного потом засыпать то есть иду как бы шеренгами и засыпали за собой фундамент сопутки много очень много стекла бутылочек разных керамики вот и вот выпала вот такая вот жалко разбита это у нас бутылочка а и н мамонтовый мамонтовые ребята такой бутылки у меня нету очень интересной формы бутылка толстая я сначала подумал какой-то горлышко или что но нет это флакончик ребята он у нас шел помимо всего с надписью плюс еще был орел вот такая вот печалька ладно вчера у нас была целая бутылочка тоже аптечная но это печаль все я думаю сейчас надо идти на базу посмотрим на обзор кто чего накопал что я не снимал за что ребят пришло время с вами попрощаться пацаны на капоте раскладывают находки лагеря мы за собой прибрали костер сейчас потушим вот и поедем в путь дорогу конечно сегодня метрище к сожалению мало сегодня чего снимал просто ветер да и находок не особо так что сейчас я покажу все вкусняхи которые мы откопали сюда вчера с обеда начали и сегодня до обеда то есть полноценные сутки мы откопали хотелось бы на дольше на больше но как-то получилось так сейчас я вам покажу несколько интересных находок которые не попали в эфир интересная вещица попала к нам руки очень интересно вот здесь вот такой набалдажник грани имеется рисунок цепь и сюда вставлялась дрельевка для чего это орудие ребята просьба написать интересно вещица может быть кистень но эта вещица не старая я предполагаю этот 19 век не ранее ну а сейчас по нашей традиции давайте разбираться по нашей находке вещь оказалась достаточно интересной и с историей кистень контактное гибкое суставочное холодное оружие ударно раздробляющего действия представляет собой ударный груз костяную металлическую или каменную гирю соединяющие гибким подвесом цепью ремнем или крепкой веревкой с рукоятью преимущество деревянной историки утверждают что появление кистень можно датировать восьмым веком использовавшийся кочевниками восточной европы тюрками а на руси кистень появился в десятом веке вплоть до двадцатого века находил свое применение московском государстве кистень был широко распространен военным и гражданским оружием российской империи и стене боевые цепи сохранились в качестве оружия самообороны среди мирного населения и нападения среди грабителей были они и на вооружении мятежников в частности применялись участниками пугачевского восстания вы спросите куда я клоню а вот куда вашему вниманию демонстрирую экспонаты из музея где представлены оружие пугачевского бунта где и фигурирует наш кистень форма ударного груза и цепи аналогично нашему кистенью так что я был прав датировки 18 19 век ну а сейчас давайте посмотрим поскольку его оценивают вариантов немного но что есть в продаже оценивают в крупную сумму от 30 тысяч и выше вот такой экспонат пополнил мою коллекцию древнего оружия на этом и все надеюсь такой формат видео вам нравится с вас лайк репост и комментарий до новых встреч друзья пока ну а по находкам ребят у нас сегодня не густо ну и не пусто вот такая небольшая компашка монеты давайте только отмечу самое интересное интересное конечно же это серебро михалыч раз два три серебрушки образок наверное сегодняшняя бомбочка это конечно же вот этот чудо медальон свобода равенство и братство исторический факт вы наверное уже посмотрели а если нет то посмотрите зачетная вещица по царям у михалыча больше всех раз два три четыре пять шесть семь семь царей ну по советам так себе как у всех обычно дальше интересно что серега у нас вообще отличился количеством крестов старых на обратной стороне у нас надпись честному кресту и вот такая ребят мы сначала думали это чистая латунь оказывается это у нас по золото к сожалению с утратами будет восстанавливаться дальше советы конечно тоже ничего сверхъестественно нету дальше здесь вот две серебрушки крестиков тоже раз два один обломок три четыре это у нас костяныш откопал по царям у него тоже неплохо но к сожалению практически все какалы исключением вот этой двушки я думаю отмоется будет хороший вот по советам тоже банально сверхъестественно ничего нету вот и люхи самое интересное конечно же это лучший царь сегодня это двушка 1840 года а мы терли 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 хотели 46 натереть но таких физически в природе не существует но очень похожи вот смотрите да да пах нумизматический мир был бы удивлен 46 года вот смотрите да ну прям 46 ну блин вот через камеру вижу прям шестерка вот ну по советам тоже как-то банально ничего сверхъестественно нет у меня немножко разнообразие есть в плане того что вот такие две весовые гирки цифра 12 причем здесь они имеются проверки имеются печати вот такая свистулечка на шурфе кубовка неплохая пополнит коллекцию крестик смотрите как ее жизнь до потрепала ой 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 прям здорово серебряная также колечко с двумя пробами зажигалка советская ложка страны тем что такой форма они идут латунные а это более наверное все таки мельхиор такую ложку в первый раз встречаю по царям тоже раз-два два царя советы ничего сверхъестественного нету еще раз отмечу изюмина сегодня это и изюмина вот это но остальное все как бы ведь до банальненько не густо почти сколько полтора дня до шурфеля кто-то по верхам основном ходил и получилось вот такое количество ну и все да сегодня а еще диман уехал димана там масонский пятак был еще цариков ну примерно как-то вот так вот тоже был общее количество сколько цены на первый взгляд наверное штук 150 до здесь так что ладно ребят хорошее место правда сегодня холодно пасмурно ветрище сильный снимал редко мало как от него едет вот так что это сама не снимал все находки ну и все на этом пока пока до новых свеч дорогой подписчик в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео в описании заранее спасибо 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 спасибо